Владимир Путин сегодня подвел трехлетние итоги работы Агентства стратегических инициатив. Эта общественная организация создана при поддержке президента. Ее главная цель – помогать развитию бизнеса, чтобы у предпринимателей возникало как можно меньше проблем с чиновниками, и чтобы бизнесменам было интересно решать социальные проблемы. Репортаж Дмитрия Петрова. Агентство стратегических инициатив было создано три года назад для продвижения проектов быстро растущего среднего бизнеса и улучшения предпринимательского климата. За три года сделано многое. Достаточно сказать, что в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Россия за три года поднялась со 124-го места на 62-е. Стремительный рывок. 40 миллиардов рублей – общая стоимость проектов, 12 миллиардов из них – это частные инвестиции, 4 тысячи новых рабочих мест. Таковы результаты работы только по одному из основных направлений – поддержка нового бизнеса. И это, судя по оценке, которую дал Владимир Путин, превзошло многие ожидания. Совершенно очевидно, что ваша работа приносит пользу экономике, назначен в конечном итоге гражданам. Мне очень приятно об этом говорить, потому что организация, которую мы с вами создали, она оказалась не верторожденным ребенком, а живым, активным и растущим, развивающимся. Это здорово, повторяю, потому что есть результат. Молодые профессионалы – еще одно магистральное направление. За три года по программам, которые поддержала ОСИ, прошли профориентацию 25 тысяч человек. По сути, получили новую рабочую профессию. Токари, сварщики, фрезеровщики – лучшие из лучших. Провели даже свой чемпионат в Екатеринбурге. На четыре дня индустриальная столица Урала превратилась в полигон по отработке новых технологий. Уровень высокий, и во все эти ГОСТы, думаю, влезут все участники, потому что им будет оцениваться уже более эстетика, именно как бы красота. Эти ребята на предприятиях уже зарекомендовали себя настоящими профессионалами. Для России чуть было не потерявшей целую отрасль среднего специального образования – это означает возрождение престижа рабочей профессии. Но руководители агентства предлагают не ждать, пока поменяются образовательные стандарты, и обновленные колледжи начнут выпускать специалистов. Если сейчас работать только с колледжами и с вузами, то в промышленности эти люди перейдут в лучшем случае в 2021 году. А 2021 года что нам делать? А у нас задача-то не до 2021, нам сейчас надо что-то менять. И поэтому мы погружаем не только школьников и студентов, но и тех, кто уже конкретно на месте работает. За три года по программам агентства прошли обучение 300 социальных предпринимателей. Не совсем еще привычное для россиян понятие. Это те, чья цель не выгода, а системное решение проблем социально незащищенных категорий. В результате было создано более 200 объектов социальной инфраструктуры, частные детские сады и дома престарелых. В этой связи я хотел бы поблагодарить тех, кто создавал фонд для людей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке. Есть и другие направления работы. Мне приятно отметить, что вы хорошо выстроили свое взаимодействие и с правительственными структурами, и с бизнес-сообществом. Знаю, что у вас есть и предложения определенные, о том, что и как нужно сделать в ближайшей перспективе. К таким предложениям относится и введение регионального инвестиционного стандарта. Несмотря на скучное название, на самом деле это серьезное оружие в борьбе с бюрократией, прежде всего в регионах. В инвест-стандарте четко прописывается, какие условия должен выполнить инвестор, чтобы начать свой проект, и какие условия в этом случае для него будут созданы. Никаких откатов и взяток. Все прозрачно. Несколько тысяч предпринимателей, которые сейчас в регионах, активно занимаются совместно с региональными командами улучшением инвест-климата. То есть все, кому не все равно, они все в эту работу включились. Извините, очень важная вот эта региональная составляющая. Сейчас нам, конечно, нужно туда забираться и оценивать качество работы региональных управленческих команд. Например, в Ростовской области сократили сроки подключения к электросетям, получение разрешения на строительство. Уже даже больше, чем у нас заложено в дорожных картах национальной предпринимательской инициативы. То есть теперь уже сами губернаторы начинают бегать за инвесторами, предлагая им самые выгодные условия. Ну а тех, кто еще не понял, как правильно поддерживать бизнес, агентство стратегических инициатив готово обучить. Дмитрий Петров, Александр Терпугов и Юрий Гончар. Вести.